В России растет количество пациентов с ментальными расстройствами. За последние три года их число увеличилось приблизительно в три раза. И сегодня, по данным Минздрава, около 4 миллионов человек в России состоят на учете по поводу психических заболеваний. Но надо понимать, что в эту статистику очень многие не попадают, потому что часто люди не обращаются к врачу, если это заболевание не мешает им вести обычную жизнь. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа «Звоните доктору». У нас сегодня прием психиатра. И ведет его Михаил Шейфер. Главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы. Главный специалист Минздрава Самарской области по психиатрии. Кандидат медицинских наук. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня очень удачная возможность обратиться к такому специалисту напрямую. Телефон в студии 202-11-22. Как обычно, вы можете набирать этот номер и звонить к нам. Михаил Соломонович, я хотела бы прежде всего попросить вас составить ваш рейтинг ментальных заболеваний Самарской области. Надо сказать, что мы имеем теми цифрами, которые вошли в статистические отчеты. И надо сказать, что количество пациентов, которые обращаются за медицинской помощью, увеличилось. И сейчас 2 с небольшим процента жителей Самарской области являются пациентами, которые так или иначе обращались за медицинской помощью в официальную государственную систему оказания психиатрической помощи. Но надо сказать, что эти цифры имеют некую особенность. То есть, есть количество пациентов, которых мы наблюдаем и должны наблюдать постоянно, так называемая группа динамического наблюдения. Есть группа, которая значительно в 2 раза больше, чем группа так называемого динамического наблюдения. Это консультативная группа. То есть, это те люди, которые приходят сами за помощью к врачу по тем или иным обстоятельствам. И количество этих людей на протяжении 5 лет возросло, что свидетельствует, с одной стороны, о понимании граждан важности своего психического здоровья. С другой стороны, о том, что они хотели бы улучшить свое психическое здоровье, обратившись за официальной помощью. По вашим представлениям, какое количество не обращается? Вот Минздрав предполагает, что на самом деле число таких пациентов приблизительно еще в полтора раза больше. Трудно сказать. Дело в том, что люди, имея психическое расстройство, в ряде случаев не обращаются к врачу и живут с этим. Иногда они обращаются в частную психиатрическую помощь. Она тоже достаточно развита в Самаре, но мы порой видим, что эти пациенты так или иначе приходят все-таки в государственную систему. Потому что возникают те проблемы, которые может решить только государственная система, как стационарной, так и амбулаторной помощи. Я планировала такой вопрос на самом деле вам задать. Все-таки психиатрическая тема достаточно сложная и очень серьезная. И не знаю, насколько правомерен вопрос, но почему вы считаете, что все-таки лучше в государственной? Ну, как вы скажете? В чем опасность может быть? Ну, я скажу, что в частной психиатрической помощи работают многие врачи, которые ранее работали в государственной системе. Конечно. Изменились некие приоритеты. Частная помощь, она предполагает возможность заработка все-таки. И этот заработок зависит прежде всего от человека, который обращается за помощью. Как долго он будет болеть и лечиться? И в какой-то степени выгодно этого человека обследовать, назначать дополнительные анализы, дополнительные консультации. Это все деньги, которые приносятся в частную систему. В государственной системе есть некие стандарты оказания помощи. И мы очень зависим от этих стандартов. Более того, мы подотчетны этим стандартам. Эти стандарты утверждены Минздравом. Мы применяем те препараты, которые утверждены Минздравом. Мы применяем те методики, которые утверждены и опробированы. И мы несем ответственность. Попробуйте, пожалуйста, на частного врача и получить что-то взамен, если вас не удовлетворила помощь. На государственного врача жалуются все, кто хочет. И бедный врач, я очень много отвечаю на запросы, связанные с обращениями граждан. И очень детально по каждому обращению я должен дать объективный ответ. И мы очень в этом плане подконтрольны. Кто только не проверяет. Прокуратура, раздражнадзор, наши любимые министерства. Поэтому все же государственная система, она чрезвычайно ответственна, на мой взгляд. Она проверяема, она контролируема. — Вот раз уж у нас зашел с вами такой разговор, давайте пока ненадолго в сторону уйдем. Я прочитала, что вот врач-психиатр Сергей Девисенко пишет такую вещь. «К моему глубокому сожалению, Россия не относится к странам Первого мира, и доступность к качественной психиатрической помощи — это большая проблема». Так ли это на самом деле, вот и на примере вашей службы? — Я вот в корне не согласен с этим, абсолютно не согласен. В России сложилась, на мой взгляд, самая эффективная, одна из самых эффективных, не буду уж так, скажем, ставить самые большие оценки, но одна из самых эффективных — систем наблюдения и лечения. У нас есть система, которая в других странах, как правило, это система диспансерного наблюдения. О чем идет речь? Что мы можем пациента наблюдать в длиннике на протяжении всей жизни и оказывать ему помощь, если это требуется. И вот эта система учета наблюдения, она бесспорно в интересах пациента сделана. Пациент может получать бесплатное лечение. Он, так сказать, вовремя освидетельствуется врачом для решения вопросов социального характера, оформления инвалидности, трудоустройства. То есть вот система наблюдения за этой категорией пациентов в России, на мой взгляд, отлажена очень хорошо. Есть печальный опыт, скажем, итальянцев, которые, так сказать, вообще распустили психиатрические больницы, считали, что они не нужны, стационары. И пациенты оказались просто на улице и умерли. Мы видим порой, так сказать, сюжеты из наших стран, так сказать, западного мира, когда огромное количество явно психически больных людей находится на улице, спит на улице, так сказать, живет на улице, умирает на улице. У нас все же система, которая существует, этой системой и медицинской помощи, и социальной помощи, на мой взгляд, защищает эту категорию пациентов. Поэтому я не могу согласиться, что вот там как-то по-другому и там лучше. Ну, знаете, говорят, лучше там, где нас нет. Вот поэтому, так сказать, вот это заявление, мне кажется, ну, по меньшей мере опрометчиво. Ну, еще из статистики Всемирной организации здравоохранения на эту же тему, среди населения и в учреждениях, оказывающих помощь, это статистика не только по России, повсеместно распространены стигматизация, дискриминация и нарушение прав людей с психическими заболеваниями. Ну, стигматизация вещь известная, и она в обществе существует. Вот, и нельзя ее отрицать, она есть и в нашем обществе, хотя, надо сказать, за последние годы изменилось отношение к людям с психическими расстройствами, изменилось отношение к детям с психическими расстройствами. Мы видим, как, так скажем, в случае проявления таких стигматизирующего поведения, общество осуждает этих людей. Но здесь-то речь идет о стигматизации и дискриминации внутри учреждений. Ну, стигматизация внутри учреждения, трудно судить, насколько это выражено. Вот, все ведь зависит от учреждения, все ведь зависит от отношения, все зависит от той атмосферы, в которой, так сказать, поселилось то или иное мнение больных. Ну, и вот моя задача, так сказать, каждодневная задача, фактически, формировать отношения как к людям, достойным уважения, как к людям, достойным самого пристального внимания, как к людям, нуждающимся не только в психиатрической помощи, но и в фазматической помощи, в решении социальных вопросов. И это ежедневная работа, которую должен делать, на мой взгляд, любой руководитель психиатрической службы для того, чтобы формировать то отношение, которое требуется этой категории пациентов. Да и вообще-то к людям. Не надо здесь делать разницы, по большому счету. Если вы опоздали к началу программы, сегодня у нас в студии главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Михаил Шейфер. Мы работаем в прямом эфире, и к нам в студию можно позвонить, телефон 202-11-22. Но я хочу вернуться к первому вопросу, когда я спрашивала вас о рейтинге ментальных расстройств в Самарской области. Вы назвали цифры. А можете назвать основные заболевания, которые лидируют? Ну, здесь все достаточно просто. Дело в том, что по статистике 1-2% больных страдают шизофренией. Это речь идет о населении. Будь то население Европы, Азии, Африки, 1-2% страдают шизофренией. Есть группа пациентов, которые страдают биполярным расстройством. Это тоже достаточно большая группа пациентов. Ее доля меньше, но она приблизительно составляет треть от этого 1-2%. В настоящее время очень широко стали диагностироваться диагноз болезни Альцгеймера. И дело в том, что население стареет, и по прогнозу пациентов с старшего возраста, старше 60 лет, в 30-м году будет 1 миллиард 400 миллионов. Сейчас старше 60 лет в мире 1 миллиард. Это огромное количество людей. И растет возраст, и правительство, и России, и других стран создает политику, при которой возраст доживания будет расти. Это ведет к тому, что появляются поздние формы моментальных расстройств, когнитивные нарушения и болезни Альцгеймера. Появилась диагностика и возросла диагностика такого расстройства, как аутизм. Например, за последние 5 лет диагноз аутизма приблизительно в 2 раза увеличился этот диагноз. Не детей стало больше, а именно благодаря диагнозу. Здесь два, на мой взгляд, обстоятельства. Первое – это достаточные успехи службы родовоспоможения, когда вынашиваются дети с очень маленьким весом, и эти действия порой имеют проблемы нервной системы, и в будущем существует риск развития того или иного расстройства, с одной стороны. А с другой стороны, диагностика улучшилась. Улучшилась диагностика, улучшились критерии диагностики. Эти дети с аутизмом, они бывают очень талантливы. Сегодня, например, я консультирую в качестве эксперта девочку с больной аутизмом, которая прекрасно играет на фортепиано, например. Есть особо одаренные дети, страдающие аутизмом, у них особенная одаренность. Поэтому формирование в обществе отношения к этим детям – это очень важное обстоятельство. Их стало больше, и общество повернулось к ним. Мы видим по телевидению очень часто информацию об этих детях, поиск революционных программ для этих детей. Это поле, о котором я сказал, составляет большую часть пациентов. Это больные шизофрении, это болезни Альцгеймера, это больной аутизм, и полярный расход. Но есть еще и органические такие поражения головного мозга, связанные с внешними причинами, это травмы. Они тоже имеют место быть. Но это наиболее такие большие блоки нашей работы, так скажем. Я слышала, что больных, неправильное слово, людей из сообщества ЛГБТ убрали из списка, когда это считалось психическим расстройством. Ну, меняются представления, меняются классификации. Поэтому психиатры сталкиваются с этой категорией лиц, они не требуют лечения. А если они обращаются за помощью, то речь идет, скажем, о депрессии или о каком-то навротическом расстройстве. То есть это никак не связано с идентификацией себя в той или иной сексуальной группе. Да, в рейтинге вашем этого нет. Вы большое внимание отвели болезни Альцгеймера. И на самом деле это неразрешимая задача, как мне кажется, для врачей и для фармакологов. И вот медицина 21 века уж какие только патологии не может лечить. Но нет ни одного человека, который бы излечился от болезни Альцгеймера. Ну, к сожалению, есть болезни не только в психиатрии, но и в других отраслях медицины, которые, мы знаем, неизлечимы. И болезнь Альцгеймера одна из них. Она имеет, безусловно, наследственную отягощенность. И я в своем опыте видел поколение людей, начиная с родителей и кончая с детьми, которые страдали этой болезнью. Но, к сожалению, радикального средства для этого панацеи нет. Но есть формы, которые могут сдержать процесс. Давайте сначала послушаем звонок зрителей, а потом об этом поговорим. Хорошо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Миша, 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 Малонович. Здравствуйте. Я с вами видела в последний раз 19 лет назад в 4-м отделении. Я вам так благодарна за ваш совет, который мне пригодился. Я там у вас была в поневоле. А прошло 20 лет, и я очень рада, что та женщина, ревнивец, который за 300 долларов в милиции для трома отразделила. Сейчас находится безлодородном розыске Элла Рубан. А ваш совет был быть ценен. Спасибо. Мы благодарим вас за этот звонок, да, за отзыв. Не знаю, вспомнили вы или нет. Я не помню, к сожалению. Но на самом деле ваш опыт профессиональный такой огромный, что, наверное, у пациентов прошло. Ну, приятно, когда помнят хорошее. Да, и когда помог совет. Хорошо говорят, что о хорошем. Могли бы что-нибудь и другое сказать. Но, слава богу, что так. Да, слава богу, что так. А мы все-таки возвращаемся к болезни Альцгеймера. И вы называли цифру, что у нас будет скоро сколько пожилых людей. Да, 1,4 миллиарда к 30-му году старше 60 лет. Вот. И согласно прогнозам, вообще к 50-му году в мире будет в 3 раза больше пациентов с болезнью Альцгеймера. Ну, это болезнь позднего возраста. Она связана с атрофическим процессом. Надо, мне кажется, как-то вооружаться психиатром. Понимаете, мы скорее, так сказать, те солдаты, которые сидят в окопе. Понимаете, в этом плане. Потому что научный поиск препаратов, а речь идет, прежде всего, о препаратах, которые могли бы остановить этот процесс, ведется во всем мире. И мы участвовали в этих исследованиях. Но, к сожалению, они пока не дали тот эффект, на который они рассчитаны. Я еще скажу такую, ну, может быть, малоизвестную вещь. Что такое Альцгеймер? Это атрофический процесс. Когда нарушается способность фиксировать события, забываются какие-то вещи, иногда нарушается произношение. Ну, разная форма есть атрофического процесса. Но атрофический процесс начинается в возрасте 50-60 лет. Не раньше. Вот он, может быть, и раньше. Но насколько этот процесс меняет человека. Иногда говорят, 50 лет – возраст расцвета. Понимаете? А можно найти атрофический процесс. Но это совершенно не значит, что у человека есть там деменция, развивается или будет развиваться деменция. Это физиологический процесс. Другое дело, когда он принимает патологический характер. Когда идет большая атрофия, когда есть клиническая картина. Сейчас очень, так скажем, заинтересована МРТ. Дайте нам МРТ. Все хотят сделать МРТ, чтобы убедиться. Ну, диагноз болезни Альцгеймера можно поставить и без МРТ. И это будет очень точный диагноз в связи с тем, что клиническая картина, течение болезни, хорошо известный любому практикующему врачу. Поэтому нет панацеи пока, но есть средства, которые помогают сдерживать этот процесс. Сдерживают процесс. И люди доживают до очень такого большого возраста, несмотря на наличие болезни Альцгеймера. Есть примеры. Рональд Рейган, например, страдавший болезнью Альцгеймера. И умерший в довольно позднем возрасте. И он, когда узнал об этом, вы, может быть, знаете, он сказал, обратился к тем, кто его знал, сказал, что я прошу меня извинить заранее, если при встрече я вас не узнаю и не смогу с вами поздороваться. Такое критическое понимание о неотвратимости трофического процесса. А многие путают Альцгеймера с деменцией. Ну, то и другое, так сказать, Альцгеймер, это деменция альцгеймерского типа, говорят так. Деменция – более широкое понятие. Деменция может возникать и при других причинах. При травмах может возникать, при сосудистых поражениях головного мозга, при аминкенцефалитах может возникать. То есть это разные причины процесса, который нарушает способность фиксировать прошлый опыт, воспроизводить его. Поэтому причины могут быть разные. Хорошо. Вот вы сказали, что можно легко диагностировать болезнь. Да. Как? И можно ли заранее тогда, может быть, сделать какие-то анализы и предположить, что ты на пороге? Лабораторная диагностика не предполагает, я имею в виду биохимические анализы. Пока нет таких же критериев, хотя поиск идет. Что касается диагностики, есть клиническая картина. Во-первых, мы должны выяснить наследственную отягощенность. Это очень важный фактор. Во-вторых, мы не можем диагностировать болезнь ливерной без обращения. Человек, если обращается, мы должны собрать данные по нему, по так называемой анамнез, витэнд мороби, жизни и болезни, в чем его жалобы, что его беспокоит. Потому что просто так по разговору поставить тоже нельзя. Нужна клиническая беседа, клиническая обследование, сбор данных о том, как развивался этот процесс. Он, как правило, имеет постепенный характер. Когда появились первые признаки, как они развивались, в чем они проявляли, какие были нарушения, как менялась ли речь, как она менялась. И длинник развития болезненных симптомов дает нам возможность диагностировать это расстройство. Достаточно точно. Но если вы говорите о том, что весь человек ни на что не жалуется, можно ли у него обнаружить болезнь ливерной, я думаю, что нельзя. Пусть сначала пожалуется на что-нибудь хотя бы. Ждет ли его, по крайней мере, эта болезнь? Ну хорошо, а почему в России так редко ставят такой диагноз? Нередко. Нередко. Ну, я вам скажу, что каждую неделю мы ставим этот диагноз. Каждую неделю нет такого, чтобы… Ну, я не вижу редкости в этом плане. А вы говорили о сдерживающих факторах. Вы говорили, что есть факторы сдерживающие, и можно как-то это корректировать. Я говорил о сдерживающих факторах, которые не дают возможность прогрессировать болезни. Но это, с одной стороны… Это лекарство. Здесь два компонента. Один – это медикаментозная терапия, а другой – это тренинг когнитивных функций, так называемых. Вот у нас на базе аблаторной службы созданы такие кабинеты памяти. Туда обращаются люди, у которых есть ослабление памяти, и эти люди проходят тестирование, с одной стороны, а с другой стороны – медикаментозное лечение, и тренинги с психологом плюс лечебная физкультура. Мне кажется, мало информации об этом. Ну, информация об этом есть, и давалось в прессе, и я выступал в средствах массовой информации об этом. Люди приходят. Люди приходят и приходят с таким интересом большим, и очень хорошие отзывы, и очень хорошая динамика. Некоторые, так сказать, повторно хотели бы пройти этот цикл, поскольку он предполагает не только 6-7 недель занятий, но и домашние задания, и домашние тренинги, которым обучают психологи. Это очень полезная и востребованная вещь, тем более это проводится в государственном учреждении, совершенно бесплатно. И те отзывы, которые есть, очень позитивные. У нас развернуты вот эти кабинеты памяти в Самаре, у нас два кабинета, в Новокуйбышске и в Чапаевске. Востребованная форма оказания помощи пациентам с когнитивными нарушениями. Не обязательно болеть на Альтгеймера. Все, что угодно. Сосудистые поражения, травмы. И очень позитивный отклик среди и населения, и врачей тоже. Потому что мы тоже получаем удовольствие, когда удовлетворение, когда мы видим динамику улучшения. Давайте мы сейчас покинем студию на минутку, узнаем, какие события произошли в сфере здравоохранения России и региона за ту неделю, что мы не виделись. И затем продолжим разговор. В Самарской области открыли кабинеты для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Новые подразделения начали функционировать в восьми медучреждениях. Проект реализовали для снижения тяжелых обострений заболеваний, риска развития сосудистых катастроф и госпитализации в стационар. Кабинеты МРТ в медучреждениях переходят на работу в три смены. Количество квот на обследование увеличат на 12,5 тысяч, чтобы сделать их более доступными. Пациенты смогут записаться на диагностику по телефону контакт центра Минздрава, набрав номер 122 и нажав кнопку 5. В Самаре, Сызрани и Тольятти откроют три новых центра амбулаторной кардиологической помощи. Медучреждения оснастят диагностической базой, холтером, велоэргометром, аппаратом УЗИ и другим современным оборудованием. Более 15 тысяч пациентов из группы риска получат помощь и пройдут около 25 тысяч диагностических исследований в год. Автопарк Богатовской центральной районной больницы пополнили новые машины для оказания неотложной медицинской помощи. Они закреплены за офисами врачей общей практики в селах Виловатое и Печинино. Богатовский район небольшой, но населенные пункты значительно удалены друг от друга. Автомобили очень востребованы. Маршрутизация каждого ежедневно четко определена. Жители региона могут дистанционно записаться на прием к врачам 22 специальностей. Ранее предварительная запись была доступна только по 14. Записаться можно через портал Госуслуги по номеру 122, а также через сервис электронной регистратуры Службы здоровья. Мы снова в студии. У нас сегодня в гостях главный специалист Минздрава Самарской области в области психиатрии Михаил Шейфер. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Времени остается чуть-чуть, но тем не менее, я думаю, что можно еще успеть позвонить к нам в студию. Сейчас, по крайней мере, есть такое мнение, ставится очень, сейчас скажу очень много, наверное, тоже неправомерное слово, но ставятся неправильные диагнозы, потому что нормальные люди могут вести себя как душевно больные. Что вы на это скажете? Ну, если нормальные ведут себя как душевно больные... То они ненормальные. Ну, есть сомнения в их душевном здоровье, в их нормальности, так скажем. Это вопросы, связанные с экспертизой. Что касается диагностики, она всегда очень ответственная. Мы не можем... Есть такое понятие, которое я для себя придумал, презумпция психического здоровья. Ежели не доказано наличие психического здоровья, нездоровье, это значит, человек здоров. То есть нет диагноза психического заболевания, значит, мы считаем, что человек здоровый и ответственный, как бы он, так сказать, себя не вел. Это очень важное, на мой взгляд, разделение поведения, так сказать, асоциального и неправильного, или, так сказать, как считается, ведет себя как душевно больной, вот, между душевной болезнью, понимаете. Поэтому априори все душевно здоровые. А диагноз, это уже отдельная история, это к специалисту, профессионалу. Да, есть выражение, вообще большинство людей психи, а те, кто в психиатрической больнице, это только те, кто спалился. Если серьезно, то вот выписала заявление, мнение директора Общественного института демографической безопасности, мы живем в обществе, в котором грубые психиатрические симптомы выдаются за эталоны моды и поведения. Вот с таким зубром в области психиатрии, как вы, хотела бы, может быть, немного такие философские темы поднять, но на самом деле, вот мы вначале говорили о том, что количество ментальных расстройств растет, и этому ведь есть причины. Ну, причины чего? Если речь идет о грубом поведении, о агрессии, о конфликтности, ну, это не есть проявление психического расстройства в собственном смысле слова. Это особенности поведения той или иной социальной группы. И мы, к сожалению, видим тоже вот такой термин химический, высокой агрессивной среды. Она, к сожалению, существует. И мы видим, как малейший повод, так сказать, в ряде случаев вызывает агрессию. Вот. Не только вербальной, но и физической. Совершенно верно. Вот. И вот эта форма поведения, она не столько связана с психическим состоянием, а с определенным социальным модусом вивендией, так скажем. Человек так привык себя вести. Что это? Дефект воспитания, вот, дефект образования, вот, дефект социального окружения, но в конечном итоге это социальные причины все-таки этого. И здесь важно выстраивать и воспитывать детей вот с раннего возраста в отношении терпимости, доброжелательности. Вот. Это очень большая и трудная задача. Но только тогда общество станет терпимее друг к другу, менее агрессивным. То, что произошло по отношению к пациентам душевными расстройствами, я считаю, очень позитивный пример. Очень позитивный пример. Но есть и другие вещи, которые, так сказать, в меньшей степени связаны с психиатрией, а большая связь связана с обществом. С обществом, совершенно верно. Михаил Соломонович, очень не хочется заканчивать эфир. На самом деле еще много вопросов к вам. Благодарю вас за то, что ответили на те, которые я успела задать. Мы с нашими зрителями прощаемся ровно через неделю. Спасибо, что были с нами эти полчаса. До свидания. Всем душевного здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин